Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Лжас Ваидельдинов. События вокруг Ирана успокоились, ситуация вроде, так скажем, уже деэскалирована, и время как раз просмотреть и проанализировать, что произошло, что будет, спрогнозировать, что будет, и дать небольшой прогноз, почему цены на нефть снизятся, потому что есть факторы, которые будут влиять на это. Об этом в сегодняшней программе. Давайте в начале выпуска посмотрим короткий сюжет о том, что произошло с этими кадрами, которые, может быть, не все видели. Мы подборку такую сделали, таких необычных, так скажем, съемок. Убийство иранского генерала в Ираке вызвало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Мировые СМИ заговорили о возможности начала Третьей мировой войны. Несмотря на воинственную риторику, ни одна из сторон не была готова к решительным действиям, и ситуация далека от нормализации. Соединенные Штаты Америки усилили антииранские санкции и призывают Индию и Китай прекратить закупки иранской нефти. При этом в ходе конфликта физически не пострадал ни один нефтегазовый объект на Ближнем Востоке. Не прерывались ли поставки нефти на мировые рынки углеводородного сырья? В результате никто не погиб, никто не пострадал. Очень странный авиаудар для стран, которые обмениваются такой серьезной военной риторикой. Не кажется ли вам? Третье. Ни один объект нефтегазовой инфраструктуры ни в одной стране в близлежащей, в Саудовской Аравии, где-то в Персидском заливе, ничего с ним не произошло, никаких повреждений, ничего не было. Никакого срыва поставок из Ближнего Востока, из Персидского залива также не было. То есть физически для рынка нефти ничего не произошло. Это, кстати, особенность, если анализируете или наблюдаете за тем, что происходит в мире. Неважно, это Ливия, это Венесуэла, это та же самая Сирия. Какой бы ни был военный конфликт, ни один объект, ни одна скважина нефтяная никогда не страдает. Потому что стороны договариваются, есть какие-то местные региональные элиты, есть какая-то договоренность общая, по всей видимости, что вот эта инфраструктура нефтегазовая, она всегда за скобками в этих военных действиях. Ну, бывают исключения, когда там какие-то боевики в каких-то там африканских странах повредят трубопровод или что-то еще, но, как правило, это такие там, как укус комара для слона, наверное. То есть это ни на что не влияет. Что произошло с иранским генералом? На Атамикен недавно была передача, там приглашали политологов и обсуждали, в том числе меня пригласили, обсуждали о том, что же произошло. Я единственный, кто сказал, что почему мы вообще уверены, что иранского генерала убили, скажем так. То есть факт какой? Мы сейчас, конечно, о нефти, но хотелось бы на этом остановиться. Он прибыл в Ирак по приглашению премьер-министра. Это не первый его визит, то есть это официальный визит, это не какой-то кулуарный или что-то еще. То есть это в любом случае было согласовано с американской стороной. Ну и, собственно, никто не ожидал, что будет что-то там, что-то произойдет. По официальной информации, я, может, даже скажу легенде, был нанесен авиаудар по автомобилю, который был вот в порту, в аэропорту. И сообщили, что генерала убили. Сообщили там буквально через несколько минут после этого. Тело, естественно, после взрыва никакого не остается. Сказали, что его опознали по перстню, который был у него на руке. То есть, ну вот иранская сторона тоже это сказала. У меня есть небольшие сомнения в рамках, так скажем, такого, какого-то критического мышления, почему мы думаем, что его убили. Его могли похитить. Это первое, да. То есть, может быть, он Соединенным Штатам гораздо интереснее, важнее представляет ценность, если его захватить живым, к примеру. Может быть, он вообще перебежал на другую сторону. Такое тоже бывает. Это во многих странах случается. Даже несмотря на то, что это сторонник режима и близкий друг президента, как вот говорят. Да не президента, а лидера Ирана. Такое бывает. Это, может быть, перебежчик и инсценировали его смерть. То есть, вариантов много. И вариантов, так скажем, устранения генерала, каким бы он ни был сторонником режима, тоже много. И более элегантных, чем какой-то авиаудар. Почему мы вообще думаем в целом, что убийство одного человека может что-то переменить в масштабах 80-миллионной страны, 80-миллионного Ирана? На смену этому генералу радикализируется элита, как правило, всегда это бывает. То есть, на агрессию ты всегда отвечаешь агрессией. И вместо одного генерала, который там какими-то зарубежными операциями руководил, нападал на посольство американское и так далее, придет еще более радикальный генерал. То есть, само убийство, оно для меня такое, под открытым вопросом, зачем его вообще нужно было делать. Второе, как это было сделано, это тоже не менее, так скажем, такое сомнительное мероприятие. То есть, можно было много других вариантов придумать. То есть, я думаю, что это в целом история для спецслужб, которые там через 20-30 лет с полки кто-то вот эти документы рассекретит и узнаем, что было не так это все. Ну, я так думаю, это мое мнение. Давайте теперь о нефти. Ну, конечно же, когда что-то происходит на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, первая мысль и первая фраза, которую все обсуждают, Америке нужна нефть. Вот Америке нужна нефть, давайте там сейчас захватят какую-то страну, сейчас там будет какой-то там бешеный передел собственности, американские корпорации придут и так далее. Давайте взглянем на цифры, которые есть по миру. Это доказанные запасы нефти British Petroleum, наш вот первый график. Это доказанные запасы нефти в мире на конец 2018 года. Ну, на конец 2019 года это еще не подведено. Здесь мы видим, что на первом месте Венесуэла, как бы это ни звучало удивительно, Саудовская Аравия на втором месте, Канада, Иран на четвертом месте по доказанным запасам. Это примерно в пять раз больше, чем у Казахстана. Ну, и затем идут Ирак, Россия, Кувейт, Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Ливия, Нигерия, Казахстан, Китай, Катар. То есть у нас доказанных запасов нефти больше, чем в полуторамиллиардном Китае. Что вот из этого интересно, да? Две страны, которые идут вместе. Иран и Ирак. Иракская компания, всем, наверное, известна. Там за три недели была проведена боевая операция. Страна была взята под контроль Североатлантического альянса. Несмотря на то, что говорили, что там у Саддама Хусейна какая-то там крупнейшая армия в мире. Это там боевые пехотинцы, которые там могут жить сколько-то там без воды и так далее. Несмотря на все это, за три недели всю страну поставили под контроль. Ну, так скажем, объединенные силы, да? Я думаю, что в случае какого-то открытого военного противостояния с Ираном, если оно случилось бы, там примерно по времени было бы так же. То есть достаточно там какой-то такой, не требовалось бы полномасштабной войны. Иранский режим, он относительно в стране не пользуется популярностью. И вот вы, если видели, у нас есть на фоне иранские митинги, которые были на похоронах у генерала, которого, я подчеркну, опознали по перстню. И там говорили, что 2 или 3 миллиона человек вышли на улицу в общей сложности и так далее. Но если посмотреть иранские СМИ или западные СМИ, количество тех, кто этому, так скажем, радовалось, их было гораздо больше. То есть режим не пользуется популярностью в стране, потому что он достаточно такой диктаторский. И многие недовольны текущей ситуацией. В том числе, кстати, в Иране с 1 января или с 1 февраля повышены цены на бензин в два раза. Они, конечно, ниже, чем у нас, но в любом случае есть рост. И вот что мы имеем по Ирану и Ираку. Ирак был захвачен. Я в то время уже работал аналитиком, я анализировал все эти события. И был тогда очень популярный прогноз, что Ирак станет второй Саудовской Аравией. Потому что запасов нефти в Ираке, условно говоря, воткни палку в песок и оттуда пойдет нефть. Они говорили, что в Ираке можно нарастить добычу нефти до 7-8 миллионов баррелей в сутки. Это в перспективе 10 миллионов баррелей в сутки. 10 миллионов баррелей в сутки в мире сейчас добывается порядка 95-96 миллионов баррелей в сутки. Это на уровне России, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов. То есть на уровне мировых лидеров. Прошло 10 лет, даже больше. Мы видим, что в Ираке ничего не произошло. Да, там были американские корпорации нефтяные, которые пришли. Да, были сервисные корпорации, которые след за ними идут. Но роста добычи в этой стране мы не увидели. Почему? Это интересный вопрос. Судя по тому, как вяло текуще протекает вот этот конфликт с Ираном, и никто не претендует на иранскую нефть в целом. То есть я думаю, что в этом плане вот этот главный посыл, что Америка стремится захватить контроль над Ираном, потому что ей нужна нефть, я думаю, он не совсем правильный. Нефть Америке не нужна. Более того, мы видим по событиям, которые есть на Ближнем Востоке, я думаю, что основной фактор и основная главная цель других стран Персидского залива, которые конкурируют с Ираном за региональное лидерство, она направлена на то, чтобы иранскую нефть или даже иракскую нефть не пускать на мировые рынки. То есть пока это должно быть заморожено вот в том виде, который есть сейчас, и дополнительная нефть на мировые рынки не нужна. Почему я вот говорю это? В рамках соглашения ОПЕК+, вы знаете, страны либо снизили, либо стабилизировали свою добычу нефти, но не считается, что это принесло вот какой-то суперпозитивный эффект, потому что там в Соединенных Штатах добыча выросла, в ряде других стран она выросла. В Иране она упала. Мы сейчас вот давайте взглянем на второй график и увидим вот эти цифры, какие же в итоге цифры по добыче нефти и почему вот так происходит. Вот мы видим этот график. Это добыча нефти с 70-х годов. Был вот, просев серьезный такой вот 80-х, это были там последствия Иранской революции, это было вот наложено на то, что там был кризис нефтяной, страны ОПЕК снижали добычу. Потом, в принципе, добыча нефти, она была где-то в пределах 4 миллионов баррелей в сутки. Она на потолке доходила до 5 миллионов баррелей в сутки. Это среднегодовой показатель. Сейчас она там составляет порядка 2,8 миллионов баррелей в сутки. Это данные, которые предварительные. То есть, я подчеркну еще раз, Иран эти данные не публикует, потому что сейчас он находится под санкциями и публиковать данные о том, сколько ты добываешь нефти и сколько из них ты продаешь за рубеж, это там, не знаю, плевать в колодец, из которого ты пьешь. То есть, для них это невыгодно. Эти цифры, они засекречены. В принципе, статистика ОПЕК есть. Она основана на вторичных источниках. Но, опять-таки, она там с какой-то долей вероятности. Плюс-минус 10-15% возможно. Но, в любом случае, где-то двухкратное падение добычи от максимумов. Удар ли это для экономики Ирана? Безусловно. Ну, там, по-моему, на 10-15% экономика Ирана в номинальном выражении падает. Ну, имеется в виду ВВП. Вот это колоссальное количество нефти, которое ушло с мировых рынков, это порядка 2 миллионов баррелей в сутки, его спокойно заместили другие страны Персидского залива, его спокойно заместили с удовольствием в Соединенные Штаты. И вот, если предположить, что вот эта нефть с Ирана, она вновь вернется на мировые рынки, я думаю, что там можно спокойно говорить, что мы увидим цену в 40 долларов за баррель в течение следующей пятилетки. Но это если в Иране все стабилизируется, будут поставки нефти и так далее. В действительности это, конечно, не будет так. Почему? Потому что иранский конфликт, он, естественно, уже такой долгоиграющий. Я не думаю, что он в причине какого-то ближайшего времени разрешится. Но удивительно другое, что в целом, несмотря на вот такие санкции, есть эмбарго, а это самое страшное для страны, есть эмбарго на покупку иранской нефти. То есть Соединенные Штаты, Европейский Союз, другие страны, которые есть в Североатлантическом Альянсе, и других объединениях, они не закупают нефть у Ирана. Им это запрещено. Если вот сегодня мы с вами, предположим, захотим купить нефть в Иране, через какую-то неделю или две американское правительство внесет нас в санкционные списки, все, что мы имеем, у нас будет заморожено, и там начнутся какие-то судебные разбирательства. То есть вот настолько ситуация плохая, и крупные корпорации с Ираном сейчас не работают. Есть покупатели нефти, естественно, найдутся на это. Это Индия и это Китай. Китай не идет на поводу Соединенных Штатов, они у них требуют прекратить закупки. У Китая, естественно, свои интересы. Они как покупали иранскую нефть, так и покупают. И я думаю, что сейчас эти цифры даже там намного, скажем, как сказать, не более засекречены, более в тени, наверное, так скажем. То есть это более такой теневой рынок, тем более, что мы видим, что рост спроса в Китае на нефть, он замедляется. Может быть, он замедляется как раз-таки благодаря тому, что есть теневые поставки, которые нигде не фигурируют, а это в масштабах китайской экономики вполне возможно. Все-таки это так или иначе не чистый рынок, и государственная статистика, там, ну, много вопросов китайской государственной статистики. Давайте взглянем на карту, потому что после того, как там сбили самолет, было очень много сообщений в казахстанских СМИ. Вот если взглянуть на карту, здесь вот будет видно, что самый короткий, самый кратчайший, самый выгодный путь для казахстанской нефти – это именно Иран. Как бы это ни прозвучало, да, но примерно, наверное, тоже где-то лет 10 назад у Казахстана с Ираном было соглашение, это были своп поставки нефти. Мы им поставляли нефть на север Ирана, мы поставляли им на север Ирана, они отдавали нам, с учетом там поправочного коэффициента по качеству, отдавали нефть в таком же количестве в Персидском заливе. Почему это происходило? Потому что, ну, у Ирана такая же примерно структура, географическая, как у Казахстана. То есть у нас на западе есть нефть и газ, эту нефть и газ нужно доставить там за 2-3 тысячи километров на север и восток. У них тоже есть такая проблема, у них основная добыча, она в районе Персидского залива, а север страны, он, так скажем, энергодефицитный. Для них это тоже было выгодно. И вот этот маршрут для казахстанской нефти, он был самым перспективным и самым прибыльным, который может быть вообще. То есть сейчас наша нефть идет по системе трубопроводов, КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, например. Или там, допустим, в КНР идет через всю страну и там еще несколько тысяч километров по Китаю. И есть там маршруты, в том числе через Каспийское море, там Азербайджан, Грузию, Черное море, Европу. То есть это транспортное плечо гораздо больше. И, естественно, оно не такое прибыльное. Вот эти своп-поставки наши, они прекратились после того, как была очередная, так скажем, санкционное противостояние. Затем вот это все прикрылось. Естественно, мы, как Казахстан, были бы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация нормализовалась. И наши поставки нефти, если даже это не своп, а просто физические поставки нефти, они вновь возобновились. Потому что все, что происходит в Персидском заливе, вся нефть, которая оттуда поставляется, это примерно 40% мировых поставок нефти на рынке, то есть экспортных поставок. Представьте, казахстанская нефть будет там. Любая точка на карте мира, любая точка у потребителей, это там самый прибыльный сейчас рынок, допустим, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР. Потому что европейский рынок, он достаточно конкурентный, и там не такая большая маржинальность. И вот это направление, вот это перспективное направление для Казахстана сейчас закрыто, к сожалению. С другой стороны, есть возможность, которую казахстанские нефтяники очень-очень давно обсуждают, но пока еще не реализовали. Две страны, которые являются нашими соседями, это Россия и это Иран по Каспийскому морю, сейчас находятся под санкционным давлением. И, естественно, их нефтегазовая промышленность, она также будет нуждаться в новых технологиях, возможно, даже в каком-то новом оборудовании, к примеру. И вот это шанс для того, чтобы Казахстан смог выйти на эти рынки. Неважно, там, под эгидой трансфера технологии какого-то, да, либо, может, с какими-то собственными разработками, если бы мы могли это предлагать. Но вот эта возможность есть. Если казахстанские компании смогли бы выйти на эти рынки в условиях вот того, что у них есть дефицит, да, в этом, это было бы хорошее подспорье. Но это, опять-таки, вот та возможность, которую обсуждают долгое время в Казахстане, уже, наверное, лет пять с того момента, как вот все началось с России. Но пока это все вот на уровне, так скажем, разговоров и реальных бизнес-кейсов, реальных примеров мы пока не видели. Есть у нас еще один график, что представляет собой Иран в плане природного газа. Очень интересные данные. У нас обычно нефть всегда на виду, на слуху, обсуждаемо. Газ всегда бывает в стороне, и никто о нем не задумывается. Давайте взглянем о том, что представляет собой Иран в плане запасов газа. Да, вот мы видим мировые доказанные запасы газа. Это, опять-таки, данные Бритиш Петролем на конец 2018 года. Это триллионы кубических метров. На первом месте Россия, это газовый гигант. Затем Иран, там примерно одинаковые у них запасы сопоставимые. Туркменистан и Катар, они примерно на одном уровне, потому что, ну, Туркменистан говорит, что его запасы гораздо выше. Затем уже идут США, Венесуэла, Китай, Саудовская Аравия, Эмираты. Но Казахстан в этом списке, он там будет находиться в тридцатке, потому что у нас запасов газа очень мало. У нас нефти больше, чем газа. Смотрите, что Иран представляет в плане запасов газа. Это второе место в мире. Если вот сравнить, например, с Катаром, Катар обладает меньшими запасами, но Катар сейчас мировой лидер поставок СПГ с жирного природного газа на мировые рынки. Если посмотреть какие-то вот передачи или там, ну, не будем рекламировать, да, всем известные передачи про путешествия там зарубежные, да, можно посмотреть, как Катар экономически развивается. Сегодня это там одно из богатейших государств, если сравнивать доходы или ВВП по уровню, по уровню там паритета покупательной способности на одного человека, да. И вот это все, допустим, в Катаре не сколько нефть, они добывают нефти меньше, чем Казахстан, а сколько благодаря газу. У Ирана этих запасов огромное количество, но они сейчас практически не разрабатываются. Я даже не стал приводить добычу по Ирану, потому что если смотреть по, сопоставлять, так скажем, с их вторым местом в мире по запасам газа, и их уровень добычи, это там, ну, несопоставимые там цифры и данные, то есть этот потенциал в Иране есть, и, безусловно, он будет интересен всем странам, но пока мы здесь не видим какой-то реализации, мы здесь не видим и какой-то, каких-то подвижек, так скажем, со стороны Ирана. Почему? Потому что технологии сжижения природного газа, это, во-первых, ими обладают не все, то есть сегодня, например, лидер СПГ, там, Катар, это американские и западные технологии, Россия на Сахалине поставляет СПГ, Сахалина поставляет СПГ, это также был завод, построенный консорциумом иностранным, сейчас там, ну, роль России увеличивается, но в любом случае эти технологии, во-первых, есть не у всех, у нас, например, их тоже нет, и, во-вторых, это дорого все, ну, то есть это миллиард, десятки миллиардов долларов инвестиций. Иран это все не может делать, естественно, не инвестирует и не может привлекать эти технологии. Ну, и опять-таки, если бы очень-очень условно Казахстан обладал какими-то ноу-хау в плане нефтегаза, да, мы бы, возможно, здесь могли бы каким-то образом воспользоваться вот этой ситуацией, что есть дефицит технологий, инвестиции в Иране и смогли бы закрепиться на этом рынке, потому что это очень перспективное направление и для казахстанской нефти, и для добычи, потому что себестоимость там тоже достаточно низкая. Что еще хотелось бы сказать по вот этому конфликту, так скажем, резюмируя, да, мы увидели, что никто не тронул никаким образом ни один нефтегазовый объект. В прошлом году у нас, ну, не у нас, а в заливе, да, в Персидском, там были какие-то захваты танкеров, кто-то какой-то танкер взорвал, это свалили на Иран, Иран сказал, нас там вообще близко не было, потом сказали, что это вроде была какая-то мина, тоже неизвестно чья, но вроде иранская. И, ну, вот, все, что из этого конфликта касалось нефть и газа, это вот там какой-то один поврежденный взорванный танкер с нефтью, он еще и не с нефтью шел, он шел на дозаправку, то есть там никакого-то особого разлива там нефти не было. То есть мы видим сейчас, что ситуация в плане нефтегазового сектора, она достаточно стабильная, там ничего не происходит с физическими повреждениями. Да, есть санкции, они укрепляются, ужесточаются, но ничего более. Я не думаю, что мы какое-то активное, активные действия увидим вот именно в плане инфраструктуры, но, безусловно, последствия будут. Последствия будут, мне кажется, когда мы в марте или в середине года будем смотреть и наблюдать за тем, как заседает УПЕК, и, безусловно, здесь будет определенная конкуренция между странами Персидского залива, потому что они всегда конкурируют между собой за региональное лидерство, за мировое какое-то глобальное лидерство, да. И я полагаю, мой прогноз, когда все говорят, что цены на нефть вырастут из-за иранского конфликта, я говорю, что цены на нефть, наоборот, снизятся, потому что геополитически Соединенным Штатам и странам Персидского залива невыгодно экономическое укрепление, экономический рост, и они будут стремиться наращивать добычу. Наращивать добычу можно только в случае, если соглашение ОПЕК-плюс закончит действовать. И, возможно, уже в этом году мы увидим, как это соглашение будет расторнуто, потому что в целом и Россия там уже говорит, что надо бы вот эту лавочку прикрывать, потому что цели, которые были поставлены на ближайшие 2-3 года, они были выполнены. Поэтому я считаю, что мы увидим в результате иранского конфликта, там, американо-израильского, иранского конфликта, там можно такой список продолжить, чей это конфликт. Я думаю, что в результате этого конфликта мы увидим рост добычи нефти в странах Персидского залива, мы увидим рост добычи в других регионах, в первую очередь в Соединенных Штатах, и, скорее всего, даже в России, которая будет стремиться нарастить свою добычу и восполнить долю, так скажем, которую до этого потеряли. Поговорим и обсудим об этом еще на передачах с нашими гостями, в том числе с зарубежными. Сейчас мы с ними ведем переговоры, чтобы взглянуть на эту ситуацию со стороны, так скажем, других стран. Ну, поживем, так скажем, увидим. Это была программа Байделинов нефти. Увидимся через неделю на Атамикен Бизнес. Продолжение следует...